Граница преткновения, как споры Украины и Польши до Брюсселя довели. Блокада украинской границы со стороны польских дальнобойщиков длится почти месяц. 23 ноября протест поддержали польские фермеры, а 1 декабря границу со своей стороны заблокировали словацкие перевозчики. В эти выходные появилась информация о том, что Венгрия перекрыла въезд украинским фурам, которые едут из Словакии. В Украине называют протестующих группой маргиналов и пытаются отыскать в событиях на границе российский след. Тем временем в Польше сравнили Украину с избалованным ребенком и посоветовали не искать скрытые смыслы, а научиться слышать доводы других сторон. Ситуация на украинской границе обсуждалась 4 декабря во время заседания Транспортного совета ЕС. Премьер-министр Польши Матеуш Моровецкий ранее заявил, что Варшава намерена просить Евросоюз отменить для украинских перевозчиков транспортный безвиз. Аналогичные требования звучат из Словакии и Венгрии, однако Брюссель, как и в ситуации с украинским зерном, встал на сторону Киева. Сегодня мы расскажем о том, как видят и оценивают ситуацию на границе в Польше, Словакии, Украине и Брюсселе. То же самое поляки сделали с немцами и французами, что говорят о блокировке границы в Украине. Пересекая границу с Польшей в 2022 году, первое, что видели украинцы – это волонтеров, встречавших беженцев с теплой едой, одеждой, предлагавших бесплатный транспорт и жилье. Теперь же первое, что замечают украинцы – это огромная очередь из грузовиков, которая выстроилась из-за блокады границы польскими дальнобойщиками. Такие параллели приводит американское издание «Политика», журналисты которого побывали на границе. По данным издания, на минувшей неделе на четырех пограничных пунктах польско-украинской границы в общей сложности стояло более трех тысяч грузовиков. Чтобы преодолеть границу, водителям приходится ждать в очереди до трех недель. «Водители вынуждены ждать в открытом поле, без должного запаса еды и нормальных туалетов», заявил «Политика» заместитель министра инфраструктуры Украины Сергей Деркач. Он добавил, что правительство Украины готовится эвакуировать сотни застрявших водителей. «В контексте отношений Киева с Европой блокада границы является серьезным кризисом. Это стало горьким предвкушением надвигающихся проблем интеграции Украины в общий рынок ЕС», отмечает «Политика». Блокада границы также демонстрирует рост напряженности в отношениях Варшавы и Киева. «Я думаю, что нашей ошибкой было так сильно полагаться на Польшу. Мы перевели наш бизнес в Польшу, теперь платим ей налоги за логистику, которые раньше платили в Украине. Мы думали, что мы защищены. Может, если бы мы были немного осторожнее, мы бы не зависели так сильно от Польши», сказал «Политика» украинский бизнесмен, владелец сети магазинов медицинских товаров Алексей Давыденко. В Украине считают, что главная причина недовольства поляков – это конкуренция со стороны украинских перевозчиков. После начала конфликта украинцам позволили работать на европейском рынке без получения спецразрешений. В итоге украинские компании получили возможность снижать цены на свои услуги. Это ударило по польским перевозчикам, которые имели довольно прочные позиции на европейском рынке. Как отмечает украинское издание «Страна», с экономической точки зрения на европейском рынке, Украина и Польша – это ближайшие конкуренты. И поляки такими акциями, как блокада границы, показывают, что свои интересы они будут отстаивать предельно жестко. Тем более, что Польша, как страна, член ЕС, имеет право выставлять условия кандидатам в члены Евросоюза в процессе переговоров о вступлении. О конкуренции говорит и украинский экономист Олег Пензин. При этом он напоминает, что в свое время польские перевозчики точно так же конкурировали с немецкими и французскими, вытесняя тех из рынка. То есть нынешняя ситуация для Польши – это своеобразный бумеранг. Сначала Евросоюз снял аграрный блок, затем вел так называемый транспортный безвиз. И оказалось, что украинская аграрная продукция более дешевая и качественная, что украинский перевозчик оказывает услуги гораздо дешевле, чем польский. А польские перевозчики на сегодняшний день являются основными держателями внутреннего рынка перевозок ЕС. Польские машины ездят внутри Евросоюза и обеспечивают транспортные перевозки. Десять лет назад, когда Польша присоединилась к ЕС, примерно то же самое поляки сделали с немцами и французами. Они их выбили с рынка. А теперь поляки почувствовали, что такое, когда украинский перевозчик начинает выбивать поляка. Заметьте, когда они выбивали немцев и французов, дороги никто не блокировал, сказал Пензин в интервью изданию ОНН. Протестующие поляки выдвинули украинцам список требований. От возврата разрешений для украинских компаний до специальных очередей для фурс европейскими номерами. Минвосстановление Украины уже назвали большинство этих требований нереальными. Через польскую границу проходит почти половина украинского импорта и экспорта, поэтому нынешняя ситуация отражается на поставках, приводит к удорожанию логистики и, как следствие, к росту стоимости товаров. Цены на доставку некоторых грузов из Польши в Украину уже выросли в разы. Украина терпит большие убытки, страдает и экспорт товаров, и импорт. В стране возник дефицит автогаза. На границе стоят грузовики с гуманитарной помощью и с товарами, необходимыми для армии. Уже поднимается волна возмущения по поводу вероломства поляков, которые наносят удар в спину воюющей стране. Раздаются требования к властям поставить вопрос перед Варшавой самым жестким образом – вести санкции СНБО против организаторов блокады. Идут призывы и к украинцам в Польше выходить на акции протеста, пишет страна. К слову, в Варшаве уже анонсировали митинг против блокады украинской границы. Акция пройдет 6 декабря возле здания польского сейма. В местных украинских телеграм-каналах пишут, что митинг хотят провести из-за подчеркнутого нейтралитета и отсутствия активных действий со стороны польских властей по решению актуальной проблемы с блокированием границы. Тем временем мэр Львова Андрей Садовой призвал поляков прекратить позорную блокаду границы. Самих протестующих он назвал маргиналами. Наши польские друзья должны вернуться к реальности. Весь ваш гигантский вклад в победу Украины в этой войне сводится на нет группы маргиналов, блокирующую гуманитарные поставки в страну, которая уже второй год отстаивает свою независимость и безопасность Европы. Хватит ли у Польши мужества, политической воли и гражданских инструментов, чтобы прекратить эту позорную блокаду Украины? Цена слишком высока, написал Садовой на своей странице в Фейсбук. Между тем, с начала блокады на границе с Польшей умерли уже два украинских водителя. Дальнобойщики, которым приходится стоять в очередях на границе больше недели, оказались в незавидных условиях. В социальных сетях можно найти видео, на которых видно, как украинские дальнобойщики готовят еду рядом с фурами на газовых горелках. Некоторые топят снег или собирают воду во время дождя, чтобы была возможность помыть руки. Журналисты страны поговорили с украинскими водителями, которые застряли на границе и находятся там уже больше недели. Собеседники издания высказали мнение, что блокада была организована не польскими перевозчиками, а польским правительством. Все началось еще месяца три назад, когда польская таможня начала уменьшать свою пропускную способность. Раньше поляки за сутки могли пропустить до 600 фур. Тогда мы в очереди стояли максимум 2-3 дня. Но потом они начали уменьшать количество грузовиков, которые пропускали. Соответственно, начала увеличиваться очередь, и водители могли ждать по 10-12 дней, рассказывает водитель грузовика Александр. Мужчина возит грузы в Польшу уже более четырех лет. По словам Александра, он стоит в очереди, чтобы выехать из Польши уже 8 дней, и по его подсчетам стоять ему придется еще дней 6-7. Мужчина рассказывает, как организован процесс прохождения границы. На пограничный пункт вызывают группами. В каждой группе по 7-8 фур. Ежедневно пропускают около 8 групп. Бывают дни, когда больше, но бывает, когда и меньше. В среднем каждый час пропускают около 3 фур. Восемь дней назад, когда я приехал на таможню и взял талон на очередь, границу проходила группа под номером 98. Я был в 198-й группе. На сегодняшний день очередь дошла до 156-й группы, рассказывает Александр. Другой водитель по имени Владимир рассказывает, что уже были зафиксированы случаи мародерства бензина. Воруют солярку. Это происходит постоянно даже на платных стоянках. Поэтому водители объединяются в группы и дежурят возле своих машин в то время, пока другие отдыхают, рассказывает Владимир. По словам мужчины, среди украинских водителей были те, кто предлагал устроить свою блокаду и начать перекрывать дороги, но таких оказалось немного. Причин несколько. Первое, заблокировав дороги, мы заблокируем и проезд гуманитарных грузов, которые везут в Украину. Второе, если поляки проводят свой протест законно, то мы будем закон нарушать. Многие не хотят это делать. Можно получить штраф или вообще запрет на въезд в страну. Тогда я могу остаться без работы, говорит Владимир. Мужчина рассказывает, что стоит в блокаде уже 12 дней. И стоять ему осталось еще дня два. Я больше 10 лет работаю дальнобойщиком. Мне приходилось и дольше стоять. Я как-то раз ждал выгрузку 21 день. Но там хотя бы душ был, и это было лето. А здесь я стою у дороги на автобане. Вокруг только лес. За продуктами ходим по несколько километров. В туалет точно так же. За это время мне удалось только один раз помыться, рассказывает Владимир. Между тем, Польша в ночь на 4 декабря все же открыла пункт пропуска на границе с Украиной. Но только для пустых фур. Пустые грузовики пропускают через КПП у Гринов-Долгобычев. Ранее этот пункт пропуска работал только для легкового транспорта и автобусов. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что договоренность об открытии полосы для пустых грузовых автомобилей была достигнута в сотрудничестве с Министерством инфраструктуры Польши и Люблинским воеводством при поддержке Европейской комиссии. Он добавил, что этот шаг является первым пунктом в списке действий, которые реализует украинская сторона с целью разблокирования границы, сокращения чередей и увеличения пропускной способности на украинско-польской границе. «Мы работаем над тем, чтобы как можно скорее снять блокаду, принимая во внимание интересы нашего рынка и государства», – заявил Кубраков. В то же время в Киеве больших иллюзий в отношении нынешнего правительства Польши не питают. Украинские власти ждут середины декабря, когда в Польше сменится власть и правительство возглавит Дональд Туск. Вчера отправили официальные запросы в воеводы из Люблины и подкарпатского воеводства, чтобы они обеспечили необходимые условия нашим водителям. Хотя бы так. А говорить о разблокировке, наверное, уже будем с новым правительством, сказал замминистра инфраструктуры Украины Сергей Деркач. Есть страна, которая напоминает избалованного ребенка. Как видят ситуацию в Польше? Пока украинские власти борются за свои интересы, польские дальнобойщики и фермеры готовы отстаивать свои. При этом протестующие ругают не только украинцев, которые вытесняют польских перевозчиков и аграриев с рынка, но и правительства Польши, не способные защитить экономику и свой народ. Правда, не совсем понятно, какому правительству польские граждане сегодня могут предъявлять требования. После октябрьских выборов в парламент страна оказалась в подвешенном состоянии. Президент Польши привел к присяге правительства Матеуша Моровецкого, хотя заранее известно, что новый старый премьер сформировать коалицию большинства не сможет. Теперь остается ждать, когда право формировать правительство перейдет к оппозиции. Это правительство – один большой мем. Описывал происходящее в Польше депутат от гражданской платформы Михаил Колодейчак. К слову, Колодейчак, который также является лидером польской организации «Агрония», уже побывал на границе и пообщался с протестующими. В беседе с журналистами он отметил, что вина за происходящее лежит на правящей партии «Право и справедливость» «Пиц». Тем временем польские фермеры через протест на границе все же пытаются достучаться до властей. «Мы хотим, чтобы власти-имущие осознали, что они совершают ошибку, не прислушиваясь к нашим голосам. Петиция, которую мы подали воеводе, осталась без ответа. Может быть, мы увидим реакцию, когда очередь из грузовиков дойдет до Жешуа. Может быть, тогда власти одумаются», – заявил один из фермеров. Он отметил, что польские власти убивают транспортную и аграрную отрасли. «Вот я и спрашиваю правительство, какую отрасль польской экономике добьют третьей». С горечью иронизируют протестующие. Он также надеется, что 3 января, когда акцию планируется завершить, протестующим выйдет кто-то из новой власти. Организатор протеста на украинско-польской границе Рафал Меклер говорит, что поляки просто борются за хлеб для своих семей. При этом он отмечает, что польским перевозчикам приходится самостоятельно защищать свои интересы, хотя этим должно заниматься государство. Что касается Украины, то Меклер сравнивает ее с избалованным ребенком. Есть страна, действия которой напоминают поведение избалованного ребенка. Когда родитель дарит сладости, покупает игрушки и многое позволяет, ребенок вежлив. Однако, когда родитель попадает в сложную ситуацию и у него нет денег, чтобы подавать на завтрак мороженое, шоколад и водить Диснейленд, ребенок начинает топать ногами, кричать и валяться на тротуаре. Конечно, виноваты те, кто не смог воспитать. Но что делать с таким ребенком? Разговоры и диалоги не помогают. Написал Меклер на своей странице в Facebook. И все же сказать, что польские власти бездействуют, не совсем справедливо. Как отмечает страна, чтобы запустить пересмотр без виза для украинских грузов, Варшава пытается заручиться поддержкой других стран. В частности, Словакии, Венгрии, Румынии и государств Балтии. Точно так же происходило, когда решалась проблема с зерном. Таким образом, поляки собирают пул лоббистов, рассчитывая, что Еврокомиссия разрешит им устанавливать свои правила для украинских перевозчиков. Однако, пока действия польских властей эффекты не возымели. О блокаде границы активно пишут польские СМИ. В публикациях сквозит не только пессимизм относительно будущих отношений между Польшей и Украиной, но и тревога. Так, в польском издании «Дожечи» вышла статья под названием «Нет Украине в Евросоюзе». Автор приводит к выводу, что Польше невыгодно принятие в Евросоюз Украины, поскольку страны конкурируют. В последние недели в польско-украинских отношениях доминирует вопрос протеста польских перевозчиков. Бруссель разрешил украинцам осуществлять практически неограниченные перевозки внутри сообщества, что больше всего ударило по польским транспортным компаниям. Однако больше всего во всем этом удивляет позиция правительства Матеуша Моровецкого, которая вместо того, чтобы поддержать отечественную промышленность, оставалась пассивным во имя сохранения хороших отношений с Киевом, говорится в публикации. Польское издание «Жечь поспорито» прогнозирует, что блокада границы с Украиной продлится долго. Более того, между странами будет появляться все больше спорных тем. Издание отмечает, что проблемы между Польшей и Украиной возникли из-за неумения или нежелания последней слышать доводы других. Сначала Киев игнорировал просьбы Варшавы о проведении эксгумации польских жертв Волынской резни. Затем украинские власти не слышали доводов польских коллег в вопросе поставок зерна. Сегодня в Украине отказываются понимать, почему польские перевозчики и фермеры выходят на протесты. Закрывая глаза на причины кризиса, в Киеве продолжают искать во всем скрытые смыслы. К слову, о скрытых смыслах. Размышляя о природе конфликта поляков и украинцев, в Украине пришли к довольно неожиданным выводам. Так, украинский депутат Николай Княжецкий считает, что к протестам на границе приложила руку Россия. По его словам, кризис на границе был создан польской партией-конфедерация, которую депутат называет пророссийской. Так называемые протестующие следят за военными грузами, прибывающими в Украину из Польши. Некоторые из грузов они пропустили. Другие, например, комплектующие для украинских производителей оружия, пока еще в очереди. Я не сомневаюсь, что это операция Российской Федерации. Россияне потирают руки. Такая ситуация абсолютно выгодна российской разведке. Кремль заинтересован в сохранении блокады. Говорит депутат, чьи слова приводят польское издание ОНЭД. При этом Княжецкий считает, что польская полиция при желании могла бы восстановить порядок на границе в течение пяти минут. Из слов депутата просится вывод, что полиция в Польше тоже контролируется из Москвы. Однако развивать эту мысль Княжецкий не стал. Вместо этого украинский депутат посетовал на ухудшение польско-украинских отношений. Польша когда-то была самым близким другом Украины. Теперь эта дружба сильно пострадала, сказал он. Возвращаясь к партии Конфедерация, стоит отметить, что она действительно активно участвует в протестах перевозчиков. Для некоторых это сигнал о том, что протест может быть всего лишь политическим трюком Конфедерации, политики которой известны своими рискими антиукраинскими высказываниями, пишет издание ОНЭД. Однако польские перевозчики отрицают, что их цели каким-то образом связаны с политическими устремлениями Конфедерации. К тому же забастовка уже вышла за пределы Польши. К протесту присоединяются транспортные организации из Венгрии, Чехии, Словакии и Литвы. И все они говорят в один голос. ЕС должен восстановить выдачу разрешений на пересечение границы для Украины, пишет ОНЭД. В заслугу Конфедерации можно записать решение польских властей поднять тему отмены транспортного безвиза для Украины на заседании министров транспорта стран ЕС. Данное решение было озвучено после встречи депутатов Конфедерации с Моровецким. Что касается обвинений Княжецкого в задержке военных и гуманитарных грузов, то у протестующих также есть объяснение. По их словам, в грузовиках, предназначенных для перевозки гуманитарных грузов в Украину, нередко можно обнаружить роскошные автомобили и другие товары, которые сложно отнести к гуманитарным. Один из польских протестующих, с которым побеседовали журналисты ОНЭД, сказал, что решение ЕС об отмене разрешений для украинцев поставило его на грань банкротства. И в такой ситуации оказались многие компании. Он также подчеркнул, что не является членом какой-либо партии, и этот протест не политический. Согласитесь, что конфедерация была единственной партией за время правления последнего правительства, которая заинтересовалась проблемой транспортников. Но мы ни с кем не связаны. Мы будем сотрудничать таким же образом с ПИС, гражданской коалицией, левыми, со всеми, кто хочет протянуть нам руку помощи, сказал протестующий. Протест польских дальнобойщиков поддержали в Словакии. 1 декабря словацкие перевозчики заблокировали пункт пропуска Вишня-Немецкая-Ужгород на границе с Украиной. В первый день блокировки границы очередь из грузовиков достигла 20 километров. Днем 4 декабря колонна растянулась на 17 километров. В очереди стояло около 600 грузовиков. Союз автоперевозчиков Словакии-Унос, который организовал акцию протеста, заявил, что будет пропускать 4 грузовика в час. При этом протестующие пообещали не блокировать фуры, которые перевозят товары гуманитарного и военного назначения, животных, топлива и охлажденные или свежие продукты. Союз автоперевозчиков Словакии критикует Брюссель за льготы для украинских транспортников и грозит полностью заблокировать границу с Украиной. Основная причина – попытка немедленно расторгнуть соглашение между ЕС и Украиной, которое разрушает транспортный рынок Словакии. Пояснили причины блокировки границы ВУНОС. Словацкие перевозчики говорят, что украинские водители-дальнобойщики сбивают цены на свои услуги и тем самым лишают их работы. Между тем, отмена разрешений для украинских перевозчиков действует до 30 июня 2024 года. «Они приезжают сюда работать нелегально, отбирают нашу работу и занимаются здесь каботажем. Мы должны защитить наш рынок», – пояснил председатель УНОС Станислав Скала в интервью словацкому телеканалу РТВС. В Союзе автоперевозчиков также заявили, что решение о проведении акции протеста на границе было принято в преддверии время заседания Транспортного совета ЕС. Таким образом, перевозчики хотели поддержать главу словацкого Минтранса Йозефа Ража, который намерен был добиваться восстановления разрешений для украинских автоперевозчиков. «Если все сложится хорошо, блокада будет снята. Если нет, то мы договоримся о дальнейших действиях», – сообщил Станислав Скала. В Министерстве транспорта Словакии заявили, что уважают право перевозчиков на забастовку и поддерживают отмену действующих для украинцев исключений. Между тем, как сообщает телеканал РТВС, украинские водители-дальнобойщики из-за блокады на границе Словакии ищут альтернативные маршруты. Сотни грузовиков скопились на границе с Венгрией. По данным польского радио РМФ-ФМ, на венгерско-украинском пограничном переходе в Загоне 3 декабря стояло почти тысячу грузовиков. Также появилась информация, что Венгрия перекрыла въезд украинским грузовикам, которые едут из Словакии. Венгерская полиция сообщила о перенаправлении грузовиков на другие КПП, чтобы уменьшить заторы в Загоне. Каждый в ЕС заботится о своих интересах. К какому решению пришли в Брюсселе? В Брюсселе 4 декабря состоялось заседание Транспортного Совета ЕС. Как сообщает польское радио, РМФ-ФМ, Польша, Венгрия и Словакия призвали вернуть для украинских перевозчиков требование получать разрешение для въезда в Европу. Данную инициативу также поддержала Болгария, представитель которой заявил, что из тысячи проверенных украинских грузовиков у 300 были обнаружены нарушения. Чехия и Хорватия частично согласились с требованиями в адрес Украины. В то же время страны Балтии, на поддержку которых рассчитывала Польша, выступили в защиту Украины. Так представитель Латвии призвал не забывать, что на территории Украины ведутся боевые действия. Литовская сторона призвала разблокировать границы, отметив, что блокада привела к заторам в морских портах. Представитель Эстонии подчеркнул, что транспортное соглашение является доказательством солидарности ЕС с Украиной. В подобном тоне высказались представители Дании, Финляндии, Германии и Нидерландов. В итоге Еврокомиссия отклонила просьбу Польши об отмене транспортного безвиза для украинских автоперевозчиков, а также отказалась созывать совместный комитет по транспорту Евросоюза и Украины. Комиссар ЕС по транспорту Один Авалиан четко заявила, что возврата к разрешениям для перевозчиков из Украины не может быть, и предположила, что комитет соберется, но только после снятия блокады, сообщает РМФ-ФМ. Еврокомиссар отметила, что разочарована позиция таких стран, как Польша, которые, по ее мнению, должны достичь взаимопонимания с протестующими, а не выдвигать свои требования Брюсселю. Валиан также выразила надежду на то, что новое правительство Польши, вероятно подразумевая объединенную оппозицию во главе с Дональдом Туском, разрешит возникшую проблему. Кроме этого, Еврокомиссар выразила разочарование тем, что правительство ПИС, которое изначально так сильно поддерживало Украину, заканчивает свой срок в условиях напряженности. Валиан добавила, что Брюссель работает над решением кризиса на границе, но ответственность за сложившуюся ситуацию лежит непосредственно на приграничных странах. При этом, по мнению Валиан, некоторые из этих стран пытаются уйти от ответственности. Решение ЕК прокомментировал глава словацкого Минтранса По его словам, заседание Транспортного совета ЕС не дало никакого ответа словацким или польским дальнобойщикам, блокирующим пограничные переходы. Раш напомнил, что в марте 2024 года в рамках Совета ЕС соберется совместная комиссия, которая решит, будут ли продлены транспортные льгоды для украинцев. В ближайшие месяцы речь пойдет о поиске какого-то общего решения. Но на данный момент заключение Еврокомиссии известно, и с этим будет сложно что-либо сделать, пояснил Раш. Он также подчеркнул, что вопрос отмены разрешений для украинских перевозчиков необходимо решить, поскольку он представляет собой угрозу рынку труда в ЕС. Тем временем в Польском комитете защиты перевозчиков и работодателей транспорта заявили, что до выполнения требований протестующих граница будет оставаться заблокированной. «Мы пока не намерены снимать блокаду. Мы дадим нашему правительству время до четверга, а затем усилим протест. Мы говорим о наших проблемах уже год. Мы должны выстоять и бороться до конца», заявил представитель комитета Томаш Барковский. Говоря о том, почему Еврокомиссия не хочет встать на сторону польских перевозчиков в споре с Украиной, Барковский предположил, что в Брюсселе просто не хотят сознаваться в своих ошибках. Думаю, они не хотят признавать свою неправоту. При подписании этого соглашения никто не обратил внимания на то, какое влияние оно окажет на польские компании, которые живут за счет восточного рынка. Нас никто не принял во внимание, сказал Барковский. Он отметил, что после начала украинского конфликта для польских перевозчиков было закрыто восточное направление, а значит, поляки лишились работы и заработка. Европейский союз – очень хорошая идея, но каждый в Евросоюзе заботится о своих интересах. И в итоге мы получим ту ситуацию, которая есть сейчас», – констатировал Барковский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова